В спорткомплексе под Санкт-Петербургом пройдут матчи второго полуфинального тура Первенства России Высшей Лиги Б. Волейболистки Липецкого Индезита на поезде отправились на базу отдыха. Матчи второго полуфинального тура Первенства России Высшей Лиги Б пройдут в Выборгском районе Ленинградской области. На территории базы сооружены три крытые волейбольные площадки, современный тренажерный зал. Липчанки перед вторым полуфинальным туром возглавляют турнирную таблицу полуфинала и намерены сохранить свои позиции. Стоит отметить, что в финал Высшей Лиги Б выходят четыре лучшие команды из полуфинальной группы. Липецкие спортсмены могут гордиться своим выступлением в Брянске на первенстве Центрального федерального округа под дзюдо среди спортсменов до 21 года. На счету представителей Липецкой области четыре медали высшей пробы и две бронзы. На верхнюю ступень пьедестала почета поднялись два парня из Ельца и липецкие девушки. В весе до 60 килограммов наградой оспаривали 30 дзюдоистов, а сильнейшим стал воспитанник Елецкого локомотива Кирилл Киреев. Еще один елецкий железнодорожник Никита Агафонов не знал себе равных среди мужчин до 73 килограммов. Все победители и призеры получили право представлять наш регион в финале первенства России среди спортсменов до 21 года. Хоккейный клуб Липецк завершил регулярный чемпионат поражением от аутсайдеров. В последнем домашнем матче липчане проиграли одному из аутсайдеров ВХЛ СК Карелия 1-4. К слову, липчане давно обеспечили себе место в первой восьмерке плей-офф, занимая до игры четвертое место. Теперь подопечным Андрею Лунеу предстоит провести еще три матча на выезде. 15 февраля в Пензе с Дизелем, 17 февраля в Сарове и 19 февраля в Рязани с одноименными клубами. После этого нашей команде станет известен соперник по плей-офф. Продолжение следует...